Привет всем! Вы на канале Древняя Генжа и меня зовут Павел. Прочитал новость о так нам полюбившейся армянской свинье, которая убежав из армянского хлева в Россию попала в добрые и нежные руки кремлевских свинопасов. Новость звучит так. Раньше Марго Симонян угрожала Баку, а теперь всему миру. Давайте почитаем. Российские пропагандисты в последнее время усилили устрашающую риторику. К примеру, российская журналистка армянского происхождения Маргарита Симонян считает, что поражение Российской Федерации в войне против Украины невозможно. Иначе для всего человечества все закончится совсем плохо. Об этом она заявила в эфире передачи Владимира Соловьева. Все они верят, что мы обязательно проиграем, а Запад обязательно победит. Они не понимают, что это невозможно. Это просто невозможно. Так не будет. Это закончится плохо для всего человечества. Или же мы победим. Третьего здесь не дано, заявила Симонян. Так-так, друзья, здесь нужно тормознуть и прокомментировать. Если я правильно понимаю этот свинячий визг, то он звучит вот как. Мы не можем проиграть Украине. Нет-нет, это просто невозможно. Если мы проиграем Украине войну, это будет совсем плохо. Все человечество пропадет. Помогите, помогите кто-нибудь. Симонян, а можно тебе вопрос задать? Я, конечно же, понимаю, что свиньему мозгу будет тяжело сформулировать ответ на мой вопрос. Но я его все же задам. Маргарита Свиньян, а почему это ты заговорила о поражении? Что, ты допускаешь такой вариант? Как так? Не вы ли говорили, что за несколько дней возьмете Киев и даже до Львова дойдете? О каком ты поражении говоришь? Вы же совсем еще недавно заявляли, что следующий будет Польша. Друзья, обратите внимание на то, что в риторике армянского поросенка появилось слово поражение. И не просто поражение, а поражение Украине. Слабенькой, немощной Украине. В стране со слабенькой армией. Они, кстати, там еще заявляли, что авиацию украинскую они якобы уже уничтожили. Они также заявляли, что в Украине президент-клоун и КВНщик. И как же им язык-то поворачивается говорить о поражении не до стране под названием Украина? Если такая немощная Украина фигачит россиян не килограммами, а тоннами на полях сражений, а я вам не лгу, я отвечаю за свои слова, так кем же или чем же после этого является сама Российская Федерация. Не говном ли? Рашатудейский поросенок заявляет так. Либо они нас, либо мы их. Третьего не дано. Маргоша, я тебе вот что скажу. Здесь и второго не дано. Здесь будет только мы вас. Друзья, эти московицкие додики сейчас хотят взять Северодонецк и несут огромнейшие потери. Если они за каждый взятый украинский город готовы платить столь высокую цену, так флаг им в руки. С такими результатами, пока они дойдут до Киева, там население российского гляди уже и не останется. Имейте в виду, орки, что это ваши последние резервы. А что же будет потом? А потом к нам подойдет западное вооружение в достаточных количествах, чтобы мы организовали массированные контрнаступления по всем направлениям. Чем же вы тогда будете нас останавливать? У нас огромнейший людской ресурс, который еще не мобилизирован из-за нехватки оружия, но оружие прибывает к нам каждый день. Друзья, хочу заявить всем скептикам и тем, кто не верит в победу Украины в этой войне. Не смотрите российские СМИ, нас украинцев много и мы очень отважны и сильны. Нам не хватает лишь оружия и вы сами это знаете, поскольку все предыдущие президенты Украины уничтожали нашу армию. Но если нас вооружат, а нас обязательно вооружат и уже вооружают, то мы перемолотим российских оккупантов и превратим их в фарш. А потом будет то, чего так боится московская свинья армянского происхождения. Маргоша, ты говоришь, что если Россия проиграет войну Украине, то это будет якобы плохо для всего человечества. Так вот я тебе отвечу, поросеночек, что все в точности да наоборот. Если Россия не будет наказана в этой войне Украиной, то именно это и будет бедой для всего мира. Поэтому обязанностью каждого украинца является спасти мир. То есть наказать россиян за их самоуверенность и агрессивную политику ко всем своим соседям. Да и не только. Россия это мировое зло. Россия вовлекает весь мир в смуту. Мы просто обязаны ее наказать. И если это боится сделать Запад, тогда это сделаем мы, украинцы. Пускай нас хотя бы вооружат. Читаем дальше эту ахинею. Вероятно, Симонян в очередной раз намекает на ядерную войну в случае поражения в Украине, который Запад постоянно пугают на российском телевидении. Попавший под западные санкции Марго заявляет, что противостояние России с Западом будет продолжаться всегда. И россиянам надо привыкнуть к этой новой жизни. Конечно же, я соглашусь, друзья, с тем, что Путин может использовать ядерное оружие против Украины. Но это будет означать то, что Россия опущена до предела и ничего не смогла противопоставить Украине. Как она вообще после этого сможет жить? Россию вообще после этого перестанут уважать все. И к тому же, после использования России ядерного оружия, с ней вряд ли когда-либо еще будут иметь какие-то отношения другие страны в мире. Я думаю, что Россию после этого изолируют жесточайшим образом. Также я считаю, что после такого ядерного сценария от России отвернется даже и Китай. Все же сценарий ядерного удара я бы не стал отбрасывать, но очень надеюсь, что до этого не дойдет, друзья. Украинцы никогда не поклонятся Кремлю, даже если против нас будет использовано ядерное оружие. Далее свинья начала пердеть в сторону Запада, что якобы не стоит плакать, что закрываются для России двери в западный мир. Цитирую. Этот дивный новый мир с такой скоростью несется в ад, что через 10 лет вы скажете, слава богу, что мой ребенок не учился на западе. И мой ребенок останется нормальным человеком. Друзья, тогда почему эти говнюки покупают себе вилы на западе? Почему посылают своих детей учиться на запад? А знаете почему? Да потому что в России все говно. В России нет будущего, по крайней мере в той России, где разрешают открывать рот таким как Симонян, Багдасаров, Соловьев, Скобеева и им подобные. Я имею ввиду путинскую прогнившую Россию, Россию Семена Пегова, Россию Виталия Милонова, Россию Константина Затулина и их подобных. Я не знаю, летит ли весь мир в ад или нет, но я точно уверен в том, что ты, Маргарита Симонян, точно туда летишь. Спасибо, друзья, всем, кто досмотрел этот ролик до конца. С вами был Павел из Украины. Всем пока!